Я всех приветствую, дамы и господа. Сегодня будем распаковывать и смотреть на одну очень интересную новинку. Это новая зарядка от компании Xiaomi, 30-ти ваттная, беспроводная. Понятно, что на максимальной мощности можно будет ее проверить только на данный момент с одним смартфоном Xiaomi. Это Mi 9 Pro, но в общем-то у меня вот Mi 9, мой основной смартфон, и в общем-то я думаю, что он тоже будет без проблем работать с этой зарядкой. Причин, почему я купил эту зарядку, несколько. Первое, это конечно, потому что это новинка, хочется протестировать что-нибудь новенькое, интересное от компании Xiaomi. Второе, это то, что я в последнее время, конечно же, как вы все помните, использую вот такую вот зарядку от Xiaomi. Это мощный блок-адаптер, который у нас 30-ти ваттный, насколько я помню, да, максимальная мощность 30 ватт, и 27-ми ваттная беспроводная зарядка вот такая вот. Она очень классная, она очень мощная, она очень быстро заряжает Mi 9, но у нее есть один недостаток, это то, что она очень маркая. Посмотрите, она вся в пыли, в какой-то грязи, в каких-то волосах, я не знаю, будет ли вам видно, посмотрите. Тут очень сильно собирается пыль, вот так особенно это видно. Почему? Здесь сделан материал таким образом, что он какой-то противоскользящий. Это, наверное, сделано для того, чтобы вы могли без проблем использовать эту зарядку с телефоном без чехла, потому что Mi 9 дико скользкий, и на такой поверхности он скользить вообще не будет, это такой резиновый материал. Давайте посмотрим, как работает эта зарядка, протестируем с Mi 9, посмотрим, как она сделана по качеству, все проверим и сделаем выводы. Ну и, конечно же, еще один нюанс этой зарядки, это то, что она шумноватая, то есть, если вы ночью будете оставлять телефон на зарядке, то вы будете слышать звук кулера, который здесь включается периодически для того, чтобы охлаждаться. Посмотрим, насколько шумная новая зарядка от Xiaomi. Покупал на Алиэкспрессе, обошлась зарядка 38 практически долларов, но это еще из-за того, что доставка платная, так вообще 36 практически долларов стоит зарядка. Они есть также, по-моему, на GearBest, насколько я помню, уже видел. Поэтому, если кому-то интересно, я ссылочки накидаю, а вы уж там смотрите, где дешевле. Потому что иногда дешевле в одном магазине, иногда в другом, постоянно все меняется. Ну что ж, а вот как выглядит наша упаковка. Видно, что все очень презентабельно и красиво. Раньше у нас адаптер поддерживал при 20 вольтах 1,35 ампера. Вот такие вот характеристики. И теперь 2,25 ампера. Этот адаптер, он 30 ваттный. Для того, чтобы он передал мощность на зарядку в 27 ватт, нужны определенные потери. Потери на кабеле, потери на преобразование энергии из электрической вот в такую индукционную. И понятное дело, что из адаптеров 30 ватт мы получаем полноценно 27 ваттную зарядку. Здесь у нас адаптер должен быть мощнее. Потому что, чтобы получить полноценную 30 ваттную зарядку, беспроводную, нам нужно иметь адаптер хотя бы 35 ватт. Здесь у нас блочок. Он практически точно такой же. Порт расположен на том же месте. Он просто идентичный. Точно такой же, как и предыдущий блок. Самый мощный от Xiaomi. Работает от 100 до 240 вольт. То есть, в любой стране мира. Также у него 5 вольт минималка. И здесь также у нас 5 вольт 3 ампера выдает. 9 вольт 3 ампера. Здесь 9 вольт 3 ампера. 10 вольт 4 ампера. А здесь 12 вольт 2,25. 20 вольт 1,35. И 22,25 ампера максимум. По поводу переходника. У меня таких переходников уже куча. Вам придется докупать отдельно. Минус продавца в том, что он никакого адаптера не положил в комплекте. Хотя видел, что идет в европейскую страну данный комплект. И еще момент это то, что обязательно нужно использовать исключительно с родным кабелем, который идет из коробки. Почему? Потому что такие большие мощности не каждый кабель вытянет. И тот кабель, который идет у вас в комплекте с Xiaomi телефоном, он не выдерживает такие большие токи. Этот кабель очень толстый. Обратите внимание, это самый толстый кабель Xiaomi, который я видел. Из плюсов я уже вижу, что здесь у нас прорезиненная такая вставка. Получается, что телефон скользить не будет ни при каких условиях. Также есть бортик, чтобы телефон не вываливался. Светодиодная индикация. Главное, чтобы она была не сильно яркая. Внизу 4 прорезиненных ножки достаточно сильно выступают. То есть, эта штука должна быть очень устойчивая. Действительно, она очень устойчивая. Ну и, конечно же, здесь у нас дублируются все характеристики, чтобы снять с себя всю ответственность, если кто-то что-то подключит не то. Нижняя вот эта подставка, она выглядит как алюминиевая. Но на самом деле это пластик. Это и по звуку слышно. Здесь у нас тоже пластик. Здесь у нас выход воздуха. Такая вот сильная перфорация для выдува воздуха. И вывод воздуха у нас еще вот здесь происходит. Насколько я помню по тем картинкам, которые я наблюдал ранее. В принципе, очень стильная, устойчивая. И если мы будем использовать смартфон без чехла, давайте посмотрим, как будет выглядеть. Да шикарно выглядит. Отменно просто. Угол правильный. То есть, можно будет и уведомления увидеть. При включении вот загорается зеленый светодиод. Пару раз моргнул. Вентилятор запустился. Вентилятор отключился. То есть, произошла как будто бы проверка работоспособности устройства. Ну, что мне немножко не нравится, это то, что сама зарядка не супер быстро началась. Хотя, это самая топовая зарядка, которая сейчас есть. И вот мы видим, что Charge Turbo. То есть, это действительно максимально мощная зарядка, которая на данный момент есть для Mi 9. Обратите внимание, Mi 9 Pro уже обладает более мощной зарядкой. Теперь пробуем горизонтальную ориентацию. Да, к сожалению, горизонтально заряжаться не будет. Это, наверное, можно отнести к минусу данной зарядки. Хотя, нигде не заявлялось о том, что здесь у нас двухкатушечность. Почему еще я заказал эту зарядку, забыл вам сказать. Дело в том, что вот такие вот зарядки и подставки, все, которые у меня были, все как одна, просто жутко работали с моим Mi 9. Либо они его постоянно переподключали через какое-то время. Либо нужно было как-то постоянно его оцентровывать. То есть, они не хотели работать, если я ровно не поставлю вот таким вот образом. Эта зарядка работает, как бы я ни двигал. То есть, я вот подвинул в эту сторону чуть-чуть, в эту сторону. Она работает без проблем. То есть, она действительно очень-очень мощная. И она, ну, как бы продумана именно для телефонов Xiaomi. Это для меня было самым важным, чтобы я мог поставить вот так вот свой Mi 9. Видеть все уведомления и, к тому же, быстро заряжать. Итак, при включении видим практически 6 вольт у нас напряжение. И ток 0,1 ампера. Запустился вентилятор. Вентилятор отключился. Видим, что ток упал. И смотрим, насколько подскакивает. Вот напряжение подскочило до 12 вольт и 0,8-0,9 ампера. Но, имейте в виду, что сейчас у меня телефон практически заряжен. Поэтому, понятное дело, что максимальную мощность мы замерить не сможем. Сейчас, на данный момент, видим что-то в районе 8 ватт. Я разрежу этот телефон и сюда вклею дополнительно тесты. Ну и еще один важный тест. Это зарядка в чехле. Конечно же, все мы практически пользуемся чехлами. Давайте проверим, насколько будет работать у нас. Без проблем запустилась. В принципе, вы знаете, достаточно быстрая скорость запуска быстрой зарядки. Вот пошла зарядка турбо. Отключаем. И заново включаем. Ну, буквально 1-1,5 секунды. И где-то в районе 4-5 секунд на активацию ускоренной беспроводной зарядки. В общем-то, я так думаю, что это неплохой результат. Но могло бы быть и лучше. Потому что есть зарядки, которые быстрее запускают телефон в режим заряда. Например, у меня недавно была зарядка Skyway. Она моментально просто запускала телефон в режим заряда. То есть, тут все зависит не только от телефона, но и от самой зарядной станции. Проверю, насколько будет сильно нагреваться блочок. Потому что это достаточно мощный блок в том же корпусе. Как Xiaomi делает уже достаточно приличное количество времени. Потому что предыдущая моя зарядка, она вообще не нагревалась. Она очень хорошо охлаждалась. Но я уже могу сказать, что эта зарядка вроде бы чуть-чуть потише работает. Хорошего настроения. Если интересно, где покупал, ссылка в описании. Там же ссылка на 2 кэшбэка, чтобы вы могли сэкономить, пока еще он работает. Ну и, конечно же, подписывайтесь на группу ВКонтакте. Там купоны, скидки, акции, новости, распродажи. И заходите на второй канал. Там куча всего интересного. Пока. Так, ну что, проведем некоторые тесты. Телефон разрядился у меня до 15%. И, собственно говоря, ставлю его на зарядку. Сейчас у нас 19.32. Посмотрим, насколько его зарядит эта новая зарядка. Допустим, за 15 минут. И зарядилась на 25. Ой, на 20%. Хороший результат. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова